Так вот, именно на советские деньги разлагались идеологически, идейно страны Запада. Это было не... Это не могло, так сказать, случиться. Это разложение в один день, но это делалось десятилетиями. И сегодня то, что мы наблюдаем, это как раз итоги. Разрушение нормальных человеческих отношений, нормальных общественных экономических отношений, единственно возможных для процветания общества, то есть капитализма, это было, так сказать, вот эта бомба замедленного действия заложена именно Совком. Почему сегодня все университеты и СМИ левые? Потому что туда внедрялись советские вот эти преступные элементы. И вы знаете, насколько я сражаюсь за капитализм, вы понимаете? Нет ни одного строя общественно-экономического, социального, идеального. Просто не существует. Но выбирая между всеми теми, которые знает мировая история, только при капитализме человек, личность, индивидуальность сможет себя реализовать честно в соответствии со своими возможностями, с тем, что дано. Никогда тебя, так сказать, как раба используют или тебе говорят, ты будешь только столько получать, только здесь работать, только это читать и так далее. И под серую массу подгоняют. Тебя, так сказать, рихтуют, оскопляют до общего уровня. Ублюдочного, социалистического, коммунистического, ублюдочного уровня. А ты можешь жить, как ты хочешь, так, как тебе дано природой, твоими талантами. В этой связи я вам хочу сказать, что, пожалуйста, обращайтесь на канал Здравого Смысла, обращайтесь к моим помощникам. Вы вообще, так сказать, не стесняйтесь. Мы можем рекламировать вас, ваши проекты, если они достойные, безусловно. Недостойные я не рекламирую. Хотя недостойные я могу рекламировать недостойно. Но за ваши деньги. И вот поймите, что все это, эти средства, я обращаю на создание потрясающе красивой коллекции произведений искусства тех эпох, когда ценилась эстетика и индивидуальность. Это, я думаю, что самое важное. Я обращаю на покупку тех документов, которые я затем обнародую. И вы знаете правду об истории. Без правды об истории нет нормального существования в настоящем и будущем. Поэтому эти рекламные средства идут обратно же, так сказать, вам. Ну и возвращаясь к теме Китая, а я повторяю, это главная тема. Преступление КНР Китая. Это главная тема последних лет и месяцев. Я хочу сказать, что вот дарю такую, ну мне кажется, уже очевидную идею ученым, вирусологам, эпидемиологам. Вы понимаете, все вы слышали про вот эти разные штаммы, какой страшный был штамм в Италии, в Европе. В прошлом году обсуждали, есть штамм, нет. Сколько их? Один, два. Почему в Италии вот так? Вы понимаете, теперь после исследования англичан и норвежцев мы понимаем, что китайские ублюдки, ублюдки, уроды, еще и заметали следы своего преступления, своего терроризма, своего преступления против человечества и создавали разные реверсивные версии того вируса. Поэтому, как мне представляется, они помимо того, что потеряли вирус в Ухане, они еще тут же, заметая следы, закинули более страшную его версию в Европу, чтобы как бы скинуть проблему туда, как будто это у них произошло. Поэтому посмотрите, в Китае это было чуть-чуть мягче по течению первой месяцы, а в Европе жестче. Именно по этой причине. А первый пациент номер один выявлен в Европе, это, естественно, китайцы. Таким образом, я считаю, что это двойное преступление, и даже тройное, потому что они сначала скрывали, они произвели биологическое оружие, скрывали, что потеряли его. Кстати, производство биологического оружия, это уже запрещено международными конвенциями. И затем еще и создали то, что заметает следы, и распространяли это намеренно. Поэтому Китай это, по сути, страна-террорист, и я требую немедленного разрыва всех отношений, которые нас связывают, прежде всего дипломатических, естественно, торговых. Ну вот.